Всех приветствую и поздравляю с долгожданным обновлением курса лаборатории Касперского 00911 теперь у него номер Касперский Point Security and Management управления системами. Наконец-то он у нас обновился. Долго мы очень ждали обновления. Да, он был у нас очень сильно устаревший. Но вот его наконец-то нам обновили и об этом я и хотел вам рассказать. Итак, курс по-прежнему однодневный. Урезали теорию, увеличили время, отведенное лабораторным работам. Теорию урезали по понятным причинам, потому что не поддерживается у нас больше Network Access Control. Его больше в продукте нет и, соответственно, из теории и лабораторных работ его выкинули. И за счет этого расширили часть, посвященную управлению обновлениями, конечно же. То есть основная тема курса теперь это управление обновлениями Microsoft и сторонних продуктов. 14 вы видите лабораторных работ. Много, да. Один день. И курс предназначен, конечно же, уверенным уже администратором антивирусной защиты, знакомым с консолью Касперский Security Center, знакомым с логикой управления, политиками и задачами, потому что курс всего один день. Да, то есть там предполагается, что вы умеете. Умеете администрировать Касперский Inpoint Security и Касперский Security Center. Так, ну и по традиции курс готовит у нас к экзамену с таким же номером. 09.11 Security Management, System Management, да, управление системами. Все так же осталось. 20 вопросов, 30 минут, проходной балл 70%. И как и положено, этот курс практически на 100% соответствует содержанию экзамена. Я его, естественно, сдал, конечно же, для того, чтобы получить право проводить обучение. В общем, соответствует, да, если сумеете вызубрить содержание курса, то экзамен гарантированно сдадите. Так, ну вот его содержание, да, 4 модуля. Первый модуль совершенно вводный. Обзор, собственно, System Management, что входит в функционал. Как включить отображение System Management, уровни лицензии необходимые для поддержки этого функционала. Второй модуль посвящен сбору информации, да, инвентаризации софта, установленного на машинах, инвентаризации оборудования, интеграции вот с CMV, вы видите, системами. Так, учет сторонних лицензий, удаленное подключение к клиентскому компьютеру. Вот. Так, ну вот третий модуль, основной теперь, да, по объему и наполнению. Это управление уязвимостями и обновлениями Microsoft и сторонних программ. Использование Security Center в роли в SUS-сервера. Установка обновлений, выявление уязвимостей и все, что с этим связано. Мониторинг, конечно же. Четвертый модуль, традиционно здесь, это захват развертывания образов компьютеров. Там, в общем, не очень много изменений. Да, то есть использование Security Center для захвата развертывания образов компьютеров. Ну, соответственно, захваты развертывания. Управление захваченным образом, что там можно сделать. Так, и вот они лабораторные работы, да, 14 лабораторных работ. Вот видите, я выделил жирненьким лабораторки, именно посвященные управлению обновлениями. 8 из 14. То есть большая часть лабораторных работ посвящены управлению обновлениями. Вот. Так, ну и в конце хотел вам напомнить, да, что этот экзамен, экзамен по этому курсу, один из основных для партнерских программ. Всего два, вот видите, да, базовый, базовый экзамен 02.11.1 теперь и систем менеджмент, собственно, да. То есть, видите, требования это с партнерского сайта картинка. Если вы планируете получить партнерские статусы, вот, уровня голд или платинум, требуется наличие в штате минимум одного сертифицированного специалиста, сдавшего этот экзамен. Будут ли требовать обновления, я не знаю от вас, да, партнерских статусов, но лучше пересдать, конечно. То есть, могут прям потребовать лаборатория Касперского, когда официально курс у нас опубликуется, когда он будет готов к прохождению, когда экзамен официально опубликуют, не для преподавателей, когда он для всех станет доступен. Есть вероятность, что лаборатория Касперского потребует переобучения, пересдачу экзамена и получения нового сертификата. Поэтому ждем вас, приходите учиться, увлекательные лабораторные работы там, конечно же, вас ждут, курс, в общем, хороший и увлекательный. Ну, единственное, что очень напряженный, времени маловато там, да, то есть в обрез прям. Все, всем спасибо за внимание.